Каждый год в начале лета актюбинские студенты приезжают на берег Каргалы или в другие излюбленные места отдыха горожан, чтобы убрать завалы мусора, оставленного здесь с прошлого сезона. Какими еще путями можно решить эту вечную проблему? Попробуем разобраться в сегодняшней программе. Вокруг Актюбе не так много зеленых живописных уголков, где можно провести время на природе. Те места на реках Илеки Каргала, которые не заняты базами отдыха, детскими лагерями и дачами, отданы в пользование всем желающим. Следы пребывания людей наблюдаются повсюду и просто шокируют. Мусорные завалы продвигаются все дальше от города и скоро найти чистое место даже в сотни километров от Актюбе будет трудно. Чтобы хоть как-то помочь в очистке берегов, активисты молодежных организаций и участники отрядов Жасл-Ель выходят на экологические акции. Одна из них традиционно проводится в Зеленой Роще, неподалеку от лагеря «Нефтяник». Молодежно-общественное объединение «Атамикен» по заказу управления по вопросам молодежной политики ежегодно проводим акцию «Чистый Берег, чистый город». В акцию принимает более 100 человек, бойцов, как мы говорим. И каждый год два раза проводим именно по приближенной зоне рек Каргала и Актюбельское водохранилище. На следующем месяце мы запланировали такую же акцию, будет проходить на Актюбельском водохранилище. Данная акция принимает участие и также молодежные организации, жители, местные жители, а также студенты Баишева, студенты Политчинского колледжа. В июле запланировали выход бойцов 100 тысяч человек. Они будут работать по благоустройству территории, а также лесопитомники. Это у нас в Заречном. Два отряда получается. Отряд благоустройства и отряд озеленения. Вместе со студентами в уборке территории принимают участие экологи. Они поддерживают желание молодежи личным примером воспитывать у актюбельцев ответственность за состояние природы. Нами, департаментом экологии, в течение нескольких лет, последних лет, можно сказать, именно инициируются такие проведения мероприятий, акции почистки берегов. Как вы понимаете, летний период – это период отдыха жителей, где все жители собираются с семьями, отдыхают с друзьями. Однако они после себя не убирают мусор, твердобытовые отходы, и они остаются. Наверное, это преимущество того, что люди думают, что есть кому за ними убрать, но это, однако, является большой ошибкой. Я так думаю, что каждый человек должен сам в первую очередь заниматься этим вопросом, относиться к окружающей среде бережно. Если человек сам самостоятельно будет делать это, собирать мусор за собой, думаю, такого беспорядка бы на пляжах наших рек не было бы. Десятки мешков пластика, одноразовой посуды, целлофана ребята собирали не только по берегу, но и в воде. Видимо, отдыхающие больше никогда в жизни не собирались сюда возвращаться, ведь вряд ли кому-то приятно отдыхать посреди мусорной свалки. Студенты, кажется, и сами удивлены количеством собранного мусора. Впервые приняла в этом акции «Чистые горы, чистые побережья». Я думаю, что такие акции, акции такого рода нужны нашему городу, так как именно они делают чище. И благодаря таким акциям мы сами меняемся. И в следующий раз, когда мы будем выходить на природу, гулять в отпуск, и мы уже будем, каково это загрязнять природу, так как мы сами убирали здесь. Я думаю, что каждый человек должен начинать сам себя. Так как человек, например, даже когда нет ни одного мусора, я уверена, что есть такие люди, которые мусорят там. И последующий человек будет там же мусорить, так как там уже будет мусор. И такие действия делает наш город грязнее. Меня зовут Алтумбай Фрамазан. Я учусь в университете Сахта-Аниуни Байшо. И рад, что здесь работаю. И наш акимат и народ поддерживают нас. И знаете, что я когда здесь работаю, я уже знакомый с новыми людьми и познаю что-то. И как бы новые навыки. Я умею посаживать дерево. Молодежные отряды Атамикена Жасл-Ель участвуют в субботниках вместе со студентами. Хотя в последние годы заняты в основном в лесопитомнике, где выращивают зеленые насаждения для нужд города. Работа во время каникул студентам оплачивается. И желающих вступить в их ряды становится все больше. Призываю присоединиться к нашей акции. И если есть желающие от 16 до 29 лет, приступить в наши ряды. А также это хороший повод подзаработать во время летнего каникулы. Также мы с 2012 года привлекаем безработную молодежь. Так как в этом году Акима области выделил нам огромную сумму. Запланировано 5000 бойцов по Активинской области. Было профинансировано 300 миллионов, более 300 миллионов. 2600 бойцов будут работать в городе Ахтюбе. И 2400 будут работать в районных областях, в разрезе. Это у нас 12 районов. Из них 6 районов есть лесные хозяйства. Те, кто уже работает в студенческих отрядах, говорят, что условиями вполне довольны. Заработок у нас 45, но думаю, надеюсь, в третий месяц дадут 60. Пока все устраивает. У нас начальник хороший тоже, Артур. Командир отряда пользуется авторитетом среди ребят, так как и сам принимает активное участие во всех мероприятиях. 100 бойцов сегодня вышли на ежегодно проводимую акцию. Хочется обратиться к тем, кто планирует провести выходные на природе. Не сорите там, где люди отдыхают. Свой мусор увозите с собой. Думаю, что подобные акции нужно проводить чаще и в разных местах. Кроме того, привлекать общественность. Быть может, тогда и сорить не будем. Благодаря опыту, который получают участники программы «Жасл-Ель», они знают, как правильно посадить дерево и ухаживать за ним. Студенты специальности экологии и туризм одновременно проходят практику. Возможно, многие люди, за которыми приходится убирать молодежи, не знают о том, что оставив мусор там, где отдыхали, они нарушают закон и могут понести за это ответственность. Согласно статье 505 Кодекса об административном правонарушении Республики Казахстан, предусматривается административное правонарушение и, конечно, административное взыскание за нарушение благоустройства территории населенных пунктов. Это наша земля, наш город, наши пляжи, поэтому каждый человек, каждое физическое лицо может быть за такое нарушение экологического законодательства заплатить административный штраф. Если должны с ними лицами экологического департамента экологии будут обнаружены такие лица, на момент будет обнаружен факт нарушения, нами составляется протокол об административном правонарушении и составляется в отношении физического лица протокол. Данный человек взыскивается с него административный штраф в сумме 2 МРП. Мало того, что таким штрафом никого не напугаешь, нарушителей еще надо поймать на месте преступления, а в этом направлении у нас, к сожалению, особых успехов нет. Мы не проводили такие рейдовые проверки, но в данный момент мы сейчас инициируем, сейчас с началом летнего периода, летнего сезона пляжного, инициировать рейдовые проверки совместно с департаментом внутренних дел, выехать, выезжать, объезжать реки, пляжи и, конечно же, устанавливать нарушения такого характера. КАМАЗ наполнен мусором – итог практически каждой экологической акции. Год назад картина ничем не отличалась, но ребята упорно продолжают работать и личным примером воздействовать на окружающих. Сегодня акция «Чистый город, чистое побережье». И сегодня собрались много студентов имени Байшева, студенты Байшева в основном. И сегодня мы здесь собрали очень много мусора, очень много, и как-то чем-то помогли городу. И думаю, в дальнейшем, в будущем такого не будет, потому что это уже абсурд. Столько мусора забрали. Да, и я рад, что участвую в акции. Можно быть уверенным, что те молодые люди, которые принимали участие в субботниках, не оставят за собой мешки отходов, когда сами приедут отдыхать на речку. Но главное – убедить как можно больше людей, что иного в решении проблемы просто нет. Только забирать с собой все остатки праздничного гуляния. Такую же акцию буквально мы проводили в прошлом году. Эффект есть, но он очень маленький. И поэтому, пользуясь случаем, хотелось бы обратиться к жителям города Актубе. Это наш с вами общий любимый город. Поэтому призываю вас всех выходить на такие субботники, проводить акцию, убирать за собой. А если вы не можете, просто элементарно не мусорить. Вы приехали сюда отдыхать, вы приехали на чистую природу. Пусть она такая же останется для нас, для других гаража. Что нужно сделать для того, чтобы кардинально изменить ситуацию? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Вероятно, это можно сделать только общими усилиями. Нужен комплексный ряд мероприятий. Это нужно, чтобы руководители департаментов экологии выходили, делали какие-то заметки, били тревогу. Это нужно, чтобы полицейская служба, именно природоохранная, тоже ставила какие-то дежурства, возможно. И элементарно ставить мусорные баки, их вывозить. Либо сделать, возможно, это мое личное желание, даже пожелание. Может, у нас есть отзывчивые активистские предприниматели, которые готовы взять шество над этими территориями и бесплатно предоставлять пляж, но и содержать его в чистоте. Это будет, так сказать, хороший для них такой стимул к участию в жизни города. Это будет хороший стимул и у других горожан, когда они приходят и знают, что эта территория убирается каждодневно. Они будут, конечно, стремиться, это как по теории бостонских зеркал, если здесь грязно, то я и мусорить не буду. И поэтому, если за это возьмутся комплексно все структуры, и не только государственные структуры, но и сами горожане, то такой ситуации у нас не будет. Я в это верю. Усилия молодых людей по спасению Ак-Туби от мусора требуются не только за городом. И на улицах областного центра работы хватает. В этом убедились участники субботника, организованного активистами молодежного крыла партии Нур-Отан. Сегодня в рамках акции «Гульдюнибер Туганьель» селами активистов молодежного крыла Жасутан проводится очищение района Шанхай. Вообще, проект «Гульдюнибер Туганьель» был запущен 22 апреля, это республиканская акция. В рамках этой акции активисты молодежного крыла Жасутан уже провели более 10 мероприятий. Мы пытаемся вовлечь в данную акцию все слои населения. Район Шанхая предложили подписчики группы Ак-Туби Лайв Вконтакте. И, судя по комментариям, были очень рады тому, что молодежь поддержала их предложение. Но совместная акция не получилась так, как это было задумано. Эту акцию мы хотели провести совместно с блогерами. Был проведен специальный опрос среди жителей населения, был договоренность с блогерами. Но, к сожалению, как вы сами видите, сегодня работают только активисты молодежного крыла Жасутан. Вся рекламная работа проводилась в социальной сети. Как вы знаете, в группе Ак-Туби Лайв есть более 50 тысяч подписчиков. Все подписчики, когда мы выбрали район Шанхай, были рады, особенно местные жители. Были такие комментарии, что нас наконец-то вспомнили. И говорили, что да, мы тоже выйдем на этот субботник, мы поддерживаем. Но, как вы опять же сами видите, никого нет. Впрочем, расписываться в неудаче никто не собирается. Уборка территории прошла так, как и предполагалось. Ребята расчистили участок, и жители близлежащих домов не могли этого не заметить. То, что жители не вышли, или то, что кто-то не вышел, это не значит, что молодежное крыло не будет бороться с мусором, не будет бороться с грязью. Мы в рамках данного проекта, вот запустили данный проект, мы за чистый город. И мы до конца будем стоять за свое. До конца этого года, проект продолжится до конца этого года, и мы до конца проекта будем проводить эти субботники, очистку, благоустройство и посадку деревьев. Будут и новые экологические акции, и новые обращения к жителям города принимать в них участие. Молодые активисты готовы к тому, что только долгая и кропотливая работа приведет к нужным результатам. К сожалению, у нас экологическое воспитание, к сожалению, еще раз повторяю, остается не на высшем уровне. Но, думаю, совместно с силами вашими, нашими, мы исправим эту ситуацию. И в дальнейшем даже такие субботники не понадобятся, потому что наши граждане, наши жители нашего города не будут мусорить, не будут царить. Нет никакой гарантии, что через некоторое время на этом самом месте не появится новая куча мусора. К сожалению, стала норма не донести бутылку от сока или воды до ближайшей урны, хотя в этом нет ничего сложного. Пока каждый из нас не поймет, что сохранение порядка – дело общее, чистый берег или чистый двор никакие организации нам не обеспечат. Субтитры создавал DimaTorzok